Намаскар. Сижу приятно очень в овсяном поле. Овёс рос и такая классная земля. Говорить сегодня хочу о зрелости личности. Что это за зрелость личности? Психологи говорят, что только какой-то маленький процент населения являются зрелыми личностями, а все остальные – незрелые. Каков же критерий? Что делает тебя зрелой личностью? Как туда прийти, в это состояние? Я бы сказал, что это состояние зрелости – это несколько вещей. Во-первых, это некая идеология жизни, некое мировоззрение, принципы и убеждения. То, как ты думаешь, то, как ты чувствуешь. А с другой стороны – это насколько твое тело, насколько твой ум, насколько твоя психика встроилась в эту идеологию. В эту идеологию, которая… Это идеология успеха, это идеология активности, это идеология победы. Ну давайте обсудим. Вы знаете, да, что есть три силы – тамас, раджас и сатва. И в соответствии с этим может быть разное состояние сознания. Вот самое такое спящее, самое незрелое состояние – это под влиянием тамагуны – тамас. Тамас – это сила инертности, сила невежества. И под влиянием тамаса человек чувствует, что от него ничего не зависит. То есть он не является настоящим актором. Он не является настоящим игроком. От него ничего не зависит. То есть он и… Ну он так верит в это. И поэтому он думает, что так как ну что-то происходит, ну это не я в этом виноват, да? То есть это какой-то результат внешних сил. И всегда внешние силы – это экономика, погода, политика, правительство, ещё что-то, ещё что-то, какая-то удача, неудача. То есть некие внешние силы, и я вот словно соломинка в этом ветру кружусь, и от меня ничего не зависит. Вот это называется тамас. Обычно в состоянии тамаса, ну в большинстве случаев, человек, он также и испытывает негативные эмоции, потому что его не устраивает, внутренний потенциал не реализован. И когда у тебя есть разница между твоим потенциалом, то есть у тебя есть, в тебе заложен талант, энергия, возможности, и реализация этого потенциала. Вот когда разница между двумя этими вещами есть, если у тебя потенциал, скажем, 100 пунктов, а реализация этого потенциала, 10 пунктов, ты будешь... вот этот твой нереализованный потенциал, он будет тебя отравлять, он будет создавать внутри самого тебя токсины. И ты чувствуешь, что, ну, мой потенциал не реализован, я несчастлив внутри, я почему несчастлив? Но, очевидно, на это есть какие-то внешние причины. То есть кто-то виноват в том, что я несчастлив. Ну, и поэтому человек будет критиковать, нападать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это такое состояние очень тяжёлое, и из него сложно бывает выйти. В основном люди выходят в какое-то сильное... либо какое-то сильное вдохновение, ты попал в поле некоего вдохновения, либо какое-то внешнее давление очень сильное. То есть происходит что-то такое критическое в жизни человека, что заставляет его, активизироваться, заставляет его включиться. Ну, какая-то кризисная ситуация. И после этой кризисной ситуации человек осознает, о, я, оказывается, могу, я что-то дорешаю, что-то у меня получается. И вот следующая фаза развития – это когда ты в раджас входишь, в состояние раджаса. Раджас – это сила активности, такая сила страсти, это такое эгоистическое состояние. То есть твоё эго было спящим, теперь ты разбудил своё эго. И вот это пробуждение эго – это очень-очень хороший, позитивный момент. Часто там, ну, на духовном пути клеймят эго, там, вот, там, эго – это вот прям самая главная проблема – это эго. Эго нужно растворять, эго нужно там всячески подавлять, там, убирать его в сторону и так далее. И вроде как, если у тебя эго есть, то ты плохой человек. На самом деле это не совсем так. То есть всё относительно. И вот относительно состояния пассивности, состояния активности, эгоистичное состояние, оно очень позитивное. Чем характеризуется это эгоистичное состояние? В нём ты говоришь – я хозяин, я управляю своим кораблём, моя жизнь в моих руках. Вот это вот чувство активации. И ты с этого момента, ты больше не пассивный участник, ты не потребитель, ты созидатель. Ты созидаешь свою жизнь, ты созидаешь свой мир. В одиночку, либо сотрудничая с другими людьми, но ты всегда активен. Ты находишься в состоянии созидания. Вот это вот очень мощное состояние. И даже в медитации, например, коллективная медитация происходит. Человек в состоянии тамоса, он скажет – я пошёл там, поучаствовал в коллективной медитации, и что-то меня как-то не впечатлило. Меня там люди не впечатлили. Я думал, они там будут все какие-нибудь генералиссимусы или какие-нибудь гении, а они оказались обычные люди, и я какой-то особой энергии не ощутил, ничего там такого не произошло. Это значит, что в состоянии тамоса человек пребывает, в состоянии инертности, в состоянии невежества. И когда человек, он думает – нет, это ж так круто, если в этом мире ещё есть какие-то два или три человека, которые примерно такие же цели, как я преследую, и мы с ними можем вместе помедитировать, но ты вообще от них не зависишь. Ты созидатель этого события. Ты созидатель этого события. И ты вне зависимости от каких-то внешних условий. То есть это такое отношение к жизни. Но возникает проблема, возникает здесь проблема. То есть это состояние, хоть оно и значительно лучше, то есть вот люди, которые хозяева своей жизни, которые считают себя хозяином жизни своей, и человек, который принимает ответственность за события в своём мире, он значительно более счастливый, чем человек, который считает, что все события – это продукт внешних сил каких-то. «О, я там не могу, потому что то-то, то-то и то-то». Ну вот такая философия. Вот мне бывает в комментариях пишут там, «Вот, хорошо тебе сидеть, медитировать там, а иди-ка попробуй поработай». Ну вот такого плана, да, комментарии. То есть люди что хотят сказать? Они хотят сказать, что я там не работаю, да? Ну ещё они хотят сказать, что у меня такое положение в жизни и такое состояние в жизни, что невозможно. То есть я не управляю своей жизнью. Это совершенно невозможно для меня достигать какого-то прогресса. Вот это тамосечное состояние, оно очень тяжёлое, оно ничего болезненное. Раджасечное состояние, когда ты хозяин своей жизни, у тебя уже гораздо больше... То есть самое страшное – это состояние беспомощности. Когда какая-то активность пошла, и ты на что-то уже влияешь, это уже более счастливое состояние. Но в этом состоянии тоже находится страдание. Какое страдание в этом состоянии? Вот я делаю какой-то проект, например. Я всего вложил туда, я хозяин своей жизни, я рулю своим кораблём. И вот этот проект идёт вверх. Всё отлично, развивается, прекрасно. И вместе с этим проектом я иду тоже вверх. Я чувствую – о, красота! Жизнь удалась! Здорово! Мощно! Вообще победим! Огонь! Вот-вот происходит. Потом по каким-то причинам у тебя что-то не получается. Ну и внешние факторы тоже есть, они влияют. Ты не справляешься, этот проект идёт вниз. И вместе с этим проектом ты тоже идёшь вниз. Ты тоже идёшь вниз. Ты впадаешь в депрессию. Ой, у меня не получилось. И поэтому вот это драматичное состояние – ты то на пике, то ты в яме находишься. И жизнь, она вообще такая пульсирующая. И вот, пребывая в этом состоянии, ты то на пике находишь, то в яму падаешь. То я сверхгерой, то я вообще адский грешник и неудачник. И у меня вообще ничего не получается и не получится никогда. Опять вверх пошло – ага, всё, весь мир покорю и так далее. И вот она идёт, вот эта раджасичная линия. И для этого тоже есть решение. Для этого есть решение. Это ещё объяснялось три с половиной тысячи лет назад. Есть такое писание Бхагавадгита. И там Кришна, гуру того времени, или божественное воплощение того времени, Он объяснял своему ученику Арджуне, он говорил Арджуна, он ему несколько тезис, антитезис, потом синтез. То есть сначала он ему объяснял, что... Арджуна, вот пойми, всё в твоих руках. Вот есть карма. И хорошо делай... Ну вкратце, если суммировать теорию кармы, хорошо делай – хорошо будет. Вот есть гуны, они так вот на человека влияют. Будь в саттва-гуне и будет тебе хорошо. Карма – не причиняй вреда другим, делай добро другим. Будет тебе хорошо. Ну и вот он это всё ему объясняет, там науку мироздания. А потом он ему заявляет, он говорит – послушай, Арджуна, а вообще-то ничего в твоих руках нет. Я уже всё решил, там, на космическом уровне. И произойдёт всё равно всё согласно моей воле. И это называется двоекрайности випропати, апропати. Состояние, когда всё в моих руках, состояние – от меня ничего не зависит. И вот они сталкиваются, но причём от меня ничего не зависит, как ты понимаешь, что всё в руках Божьих. Всё в руках Высшего. И вот столкновение двух этих идей, и оно рождает синтез этих двух идей. И этот синтез, он называется – пропати в ада. Пропати в ада – это когда действие в твоих руках. То есть я контролирую действие. Всё, что я могу контролировать – это свою искренность. За эту искренность я несу ответственность, я за неё отвечаю. Но принесёт ли плоды моё действие – это я не контролирую. Поэтому часто мы незаслуженно принимаем лавры или присваиваем себе заслуги, которых мы на самом деле не заслужили. Я действия приложил вот столько, искренности вот столько там было. Но удача моя была вот такая, и мне всё пришло, там какой-то успех. Но на самом деле я особо-то и не трудился, это была милость свыше. Но тем не менее человек становится гордым, он смотрит, и он думает – о, это я такой классный, это я такой особенный, и так далее, и так далее. Поэтому зрелая личность – это человек, который понимает, что в моих руках моя искренность. То есть насколько я могу приложить усилия, а дальше это от меня не зависит. И так как ты не присваиваешь себе результаты действия, ты не привязываешься эмоционально к этим результатам действия, поэтому как угодно происходит, ты говоришь – хорошо, на то высшая воля. Но я свою работу сделал, я вот эту свою искренность проявил. Конечно, даже искренность, она и то не полностью в наших руках. То есть это определённо у нас диапазон есть искренности, мы этот момент развиваем. То есть у меня вот есть какой-то манёвр – могу быть совсем неискренним, могу быть чуть-чуть поболее искренним. И вот в этом диапазоне я хожу. И решение, где, на каком краю быть своей искренности – оно твоё. И вот когда ты говоришь – я решаю быть активным, я решаю быть созидателем, я решаю быть искренним, и в то же самое время я понимаю, что всё-таки всё получится не в соответствии с моим планом, а всё получится по Божьей воле. Всё произойдёт в итоге, всё произойдёт так, как Он хочет. Но я приложу своё лучшее усилие. Вот это самая-самая лучшая позиция, которая делает человека максимально счастливым. она позволяет ему не падать в ямы, она не позволяет ему загордиться, этому человеку, присвоить заслуги, которых на самом деле он не заслужил. Вот это самая лучшая позиция. Вот ещё одну вещь хочу сказать, что когда ты пассивный приниматель благодати, ты эту благодать можешь только вот чуть-чуть получить. Даже если ты в самой благой среде находишься, в самые-самые удачные у тебя обстоятельства, но ты вот столечко можешь счастье всего получить. Когда же ты активный, тогда ты вот столько получаешь. Сравнивают гуру или бога в ипостаси учителя, его сравнивают с гончаром. Он делает кувшин. И одна рука у него внутри кувшина, а вторая рука у него снаружи кувшина. То есть внутренняя рука, она добивается того, чтобы этот кувшин не сложился вот так, не сломался. А внешняя рука формирует этот кувшин. И вот лучшее состояние для духовного искателя, когда внутри тебя вдохновение, а снаружи тебя препятствие. То есть идеология тантры, идеология духовности – это процветать в неблагоприятных обстоятельствах. То есть кругом неблагоприятные обстоятельства. Но если у тебя, внутри тебя не будет вдохновения, то ты вот так вот сложишься, ты сломаешься. Вот. А если у тебя снаружи не будет никаких препятствий, опять же, ты не сможешь затвердеть, ты не сможешь превратиться в сталь, ты не можешь превратиться в великую личность. Поэтому тебе нужен вызов, тебе нужны помехи, тебе нужны препятствия. Но в то же самое время тебе нужна вот эта поддержка внутренняя. Что это за поддержка? Это внутри тебя есть свет, внутри тебя есть вдохновение. Внутри тебя как раз есть вот эта активность. То есть, смотрите, милость можно получать снаружи. Например, ты пришёл в компанию святого человека. Ты пришёл в хорошую компанию. Ты пришёл в общество, которое благостное такое. Ну, они добрые, они порядочные, они вдохновляющие и так далее. Ты в этот момент, и это надо искать. То есть надо искать такую компанию. Надо не только искать, но надо и создавать компанию такую вокруг себя. В этот момент ты получаешь благодать снаружи, но ты не получаешь благодать изнутри. А когда ты решил, что я капитан своего корабля, что я созидатель, в этот момент энергия пошла изнутри. Из твоего я вот эта вот энергия начинает сиять. Стань активным, энергия изнутри тебя будет сиять. Это значит, что ты получаешь милость и благодать изнутри. И так как она идёт изнутри, эта благодать, она в тысячу раз сильнее, чем та, которая снаружи идёт. Вот возьмите, вот человек, пассионарий, да? Вот у него ничего нету, но у него есть великое вдохновение. И будет куча препятствий там, сотни препятствий. Как вы думаете, он преуспеет или не преуспеет? Он преуспеет. И каждое препятствие будет поднимать его на более и более высокий уровень. Вот. А представьте человеку, у которого вот снаружи, ну просто вот красота, благодать. Вот. Бери, делай. Там миллион возможностей. Есть ресурсы, средства, хорошие люди и так далее. Но у него внутри нет вдохновения. Сколько он сможет воспользоваться вот этими благами? Он не сможет ими воспользоваться. Многие империи рушатся вот так. То есть человек строит, строит, в том раз, и у него в какой-то момент пропало вдохновение. И вот то, что он создал, то, что он построил, он не может это больше поддерживаться. Всё схлопывается. Поэтому вот эта вот ключевая вещь – оставаться в состоянии Созидателя, оставаться в активном состоянии. И при этом, да, я активен, я сделаю все мои лучшие усилия. Я проснусь максимально. Я должен быть пробуждённым. Но в то же самое время, проснувшись, я всё-таки признаю, что я капля в океане. И всё в руках. Травинка не шелохнётся без на то высшей воли. И я тоже не шелохнусь на самом деле. Это моё внутреннее вдохновение. Оно тоже от него зависит. И всё зависит от него. И вот это вот признание этого факта, что всё-таки мы в руках высшего. И поэтому я предаюсь ему, доверяюсь ему. И при этом я максимально активен. Это состояние максимальной зрелости. Это психология максимально взрослого, максимально успешного человека. Ну вот, такое вам вдохновение. Напишите в комментариях, что вы думаете. И если кому-то удалось войти в это состояние Созидателя, расскажите, как это вам удалось. Как так получилось? То есть как я был, был пассивный. Но это как сон. Поэтому часто используется в песнях даже такая фраза. Страшный сон. Вот мой гуру много песен написал. И там вот это гумер-гор, эта фраза часто используется. Бон-духи-ни-е-чалу. И там последняя строчка такая, что... Гумер-гор-банга-нур-ганы-ганы. О, мой друг, веди меня вперёд. Я хочу идти. Веди меня к источнику божественного сияния. Я устал выносить боль тьмы в своём сердце. Вот этот тамос, вот эта пассивность, вот эта зависимость вечная, когда ты вечная игрушка в руках внешних обстоятельств, это называется боль тьмы в моём сердце. Я устал выносить боль тьмы в моём сердце. Гумер-гор-банга-нур-ганы-ганы. Своими песнями разбуди меня от страшного сна. О, мой друг, веди меня вперёд. И как это происходит, пробуждение? Опишите, было ли у вас такое? Было ли такое, что ты перешёл или ты решил? А может, сейчас ты взял и решил, посмотрел видео, и всё, я буду Созидателем. Я беру штурвал своей жизни в свои руки. Да, и при этом я доверяю Высшего, я понимаю, что человек предполагает, Бог располагает. Но я, по крайней мере, беру штурвал своей искренности в свои руки. Я всё время буду искренним, я всё время буду искренне стараться быть Созидателем, а не пассивным участником, никаким не потребителем, а именно Созидателем. И если вдруг вам удастся это, вот так вот проснуться, и любое событие, которое происходит, ты воспринимай, это моя ответственность, я его созидаю, я создаю каждый свой день. И потом напишите, как, есть ли пробуждение радости внутри вместе с этим? Чувствуешь ли ты, что... Это даже я отследил по коллективным медитациям, я с другом с одним разговаривал, он говорит, да-да, ну, знаешь, вот иногда... Ну, он старший практик, и он говорит, вот когда с практиками слабыми делаешь, да, вместе, такое ощущение, что как бы силы наоборот покидает. Он говорит, но когда я прихожу с идеей такой, максимально дать, максимально создать, то есть я хозяин положения, я удивительно сам заряжаюсь. Я говорю, вот, вот она суть всего. То есть если ты пассивен, может быть, по-разному. Но если ты активен, ты всегда возьмёшь энергии больше, чем ты отдашь. То есть оно... Отдавай, оно приходит к тебе, эта энергия. То есть ты активируешь некое измерение в своей душе, в которой бесконечное количество энергии. Ну вот. Да. Намаскар. Дорогие друзья, это видео и вообще в целом проект уроки медитации. Мы не имеем какого-то большого финансирования. Проект существует только благодаря вашей поддержке. Я очень высоко ценю эту поддержку. Все, кто хочет поддерживать, моя большая благодарность. И информацию об этом можете найти под этим видео, в описании под этим видео. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok